Говоря о воспитании полноценной личности, Платон пишет, что следует развивать не только тело человека, но и его душу. Про тело я не соберусь говорить, но вот про душу давайте, а точнее про психику, точнее про ум. Как развивать ум и для чего быть умным? Ну, умным нужно быть для того, чтобы менять мир. Умные люди меняют мир. Умные люди способны менять себя в лучшую сторону, имея в виду. Как стать умным? Есть такой мультфильм, называется Стимбой. Главный герой там в какой-то момент говорит, задавать вопросы не глупо, именно так становятся умными. Что ж, я частично с этим соглашусь. Потому что задавать вопросы на самом деле не глупо, но этого мало, чтобы стать умным. Что же нужно? Некоторые говорят, что чтобы стать умным, нужно читать книги. Вот он я, сколько уже лет читающий книги, но я не ощущаю себя умным. Да, я задаю вопросы. Да, я любознательный. Да, я читаю книги. Да, я в какой-то мере начитанный, но не умный. Исследуя этот вопрос, я написал небольшое эссе, ссылку на которое я оставлю в описании, где я вспоминаю, что в последнее время очень популярны стали так называемые топ 100 книг, топ 25 книг, которые нужно прочесть до 25 лет и так далее. Я немного углубляюсь в это. И говорю, что литература, напоминаю, литература бывает не только художественной. Выделяю топ 10 направлений книг, в которых нужно искать литературу для прочтения любому, как я считаю, образованному человеку. Вот эти 10 направлений. Великая художественная литература, чтобы знать, откуда все идет, вся культура нынешняя построена на великой художественной литературе, на образцах мировой классики. Современная художественная литература, чтобы знать, к чему мы пришли. Политика и право, чтобы ориентироваться в современном правовом поле, чтобы знать, что мы способны делать, не попадая под уголовные законы, по крайней мере. История, философия. Когда я говорю про философию, я имею в виду, в первую очередь, логику и этику, чтобы вести бесконфликтные дискуссии. Экономика. Потому что рано или поздно мы все будем жить самостоятельно, и нам нужно ориентироваться, по крайней мере, в финансах. Великие достижения науки, современные достижения науки. И десятый пункт. Это специальная литература. У каждого она своя. Зависит, как понятно из названия, от вашей специальности. Я специализируюсь в полимерах и химической кинетике, поэтому в мою специальность входят полимероведение, химическая кинетика, немножко программирование, немножко математического моделирования. Кроме того, я себя позиционирую как педагог, хотя я еще не успел достаточно попреподавать, но, надеюсь, в будущем я это исправлю. Поэтому в специальность также входит педагогика и психология. Кроме того, я, бывает, пишу рассказы, поэтому почему бы не почитать книги по писательскому искусству. Итак, вы думаете, этого хватит? Нет, этого тоже не хватит. Дело в том, что читать недостаточно. Нужно делать выводы, нужно анализировать, нужно, как это называется, рефлексировать. Поэтому данный канал будет посвящен рефлексии, самоанализу. Пока что я постараюсь выпускать три типа видео. Первый тип видео – гуманитарные направленности, где я буду делать обзоры на прочитанные книги или фрагменты книг по истории, политике права, философии, экономике, педагогике и психологии. Второй тип видео – видео технической направленности, где я буду делать обзоры на книги по великим достижениям науки, современным достижениям науки. Это может быть науч-коп или научные статьи. Почему нет? Полимероведение и химическая кинетика. И третий тип видео – это видео для книголюбов. Я обожаю книги. Я обожаю свой пермский книжный клуб под названием «Усы. По». Ссылка в описании. И я очень надеюсь, что когда-нибудь я смогу запустить свой видеокурс по химии, в котором будет более-менее полный, более-менее всеобъемлющий набор видео на химическую школьную тематику. Пока что все. До встречи!